Доброе утро, дорогие друзья! Как же все-таки приятно гулять по городу, когда все вокруг цветет и пахнет. Так и хочется мчаться на самокате с мороженым в руках, да так, чтобы в волосы назад. Вот только оператор против. Не хочет, видите ли, бежать позади с огромной камерой в руках. Лови момент! Тема сегодняшнего выпуска. На календаре 27 июля, понедельник. И вот, что вас сегодня ждет. Активные и любопытные. Семья Романовых шлет привет мурманчанам из Новгородской области. Достижения науки. 18-метровый японский робот сделал первые шаги. Все от мала до велика. Сколько нужно мяса, чтобы прокормить 80 собак, расскажет руководитель питомника «Улыбка Аляски» Наталья Демидова. Праздник во флотской столице. В рубрике «Удачное утро» отмечаем день военно-морского флота. Накануне в России отметили день военно-морского флота. И по традиции в Североморске прошел праздничный парад военных кораблей. Как это было, смотрите в вечернем выпуске программы «Новости». А пока просто полюбуйтесь впечатляющими моментами. Военно-спортивный праздник состоялся на Приморской площади Североморска. По традиции в празднике участвовали более сотни военнослужащих Североморского гарнизона. Принимал парад командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Праздник открыли на воде выстрелами из салютных артиллерийских установок. Корабли Кольской флотилии «Котельнич», «Соловецкий», «Юнга» и «Коломна» продемонстрировали проводку за тралами – элемент противоминного обеспечения. В параде приняли участие экипажи дизельной подводной лодки «Калуга» и атомной подводной лодки «Псков». А в завершении праздника зрителей ждала высадка морских пехотинцев с большого десантного корабля «Кандапога» и поезда побережья. Сегодня, 27 июля, на Кольском полуострове ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. В Кандалакше плюс 19 градусов, к вечеру небольшой дождь. В Апатитах и Кировске плюс 19, плюс 21. В Никеле и Заполярном 21 градус выше нуля. До 21 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 20, плюс 23 – ясно и малооблачно. Удачного вам дня! Доброе утро, дорогие друзья! Когда пара влюбленных глаз смотрит на тебя, это безумно приятно. А когда таких пар более 80, будь здоров! Это просто невероятно! Мы вновь оказались в питомнике издовых собак «Улыбка Аляски». И сейчас расскажем о самых главных его обитателях. Здесь на постоянной основе проживает более 80 собак, каждая со своей историей и послужным списком. Среди животных есть действующие спортсмены, участвующие в гонках на упряжках, есть ветераны этого спорта, есть и те питомцы, которым потребовалась помощь и приют. Среди подопечных собаки разных пород – аляскинские, сибирские, хаски, борзые – всех и не перечислить. Выделяется среди них Алабай Нагур, которого Наталья привезла с собой после участия в экспедиции на арктической базе Борнео. У меня туда улетело 8 собак, обратно мы вернулись со ставом 9 собак, потому что одной из моих первых собак была как раз собака породы Алабая, причем старотипные, которые были привезены из Киргизии, массивные, с большой головой, с абсолютной доброй душой, к своим. Сейчас Нагуру 3 года, он все еще растет и формируется, поэтому, когда парк посещают гости, хвостатого держат в вольере. К тому же грозный вид собаки может вызвать тревогу, хотя к своим он привычен и ласков. Ты мальчик хороший. Вот, обмех. Девица, это подруга его, нет? Он особо ни с кем не дрожит, а вот с этой собакой они… Причем самое интересное в том, что если большая будка, в которую может залезть он, он все равно спит на будке, потому что в будке спит она. Бывает, что в дружную спортивную семью попадают и отказники. И в таком случае главная задача сотрудников питомника – привить им любовь к людям, обеспечить уход и в идеале найти в дальнейшем дом. Рынок заполнен, заполнен уже щенками дешевыми, потому что, ну, дорогие уже никому не нужны, люди не готовы платить, потому что отказников много. И те, кто занимается, не знаю, разведением, или я, ну, на самом деле, ничего хорошего в голову не приходит прокомментировать это. Уже продают за бесценок, лишь бы продать. Есть и грустные истории про обитателей питомника, к примеру, Барри. Раньше он был жизнерадостным псом и любил фотографироваться с посетителями. Хозяин оставлял его здесь на передержку, когда уезжал в отпуск. Когда хозяин отказался от Бари, тот полностью потерял доверие к людям. Поначалу отказался от еды и воды, и Наталья с трудом реабилитировала пса. Сейчас он не выходит к посторонним и избегает контактов, хотя порой и случаются чудеса. Приехала к нам на экскурсию девчонка лет, наверное, 11-13. Она говорит, а он чего такой вот, ну, грустный, не подпускает. Я говорю, ну, вот он не подпустит. Она говорит, а можно я попробую? Не поверите, я плакала. Она подошла, она села с ним на будку, она обняла, он положил ей голову на плечи. И я говорю, да как так? А вот так. Ко всем собакам здесь относятся чутко и внимательно, как к спортсменам, так и к тем, кто в гонках участия не принимает. Практически все собаки, кроме новичков, чипированы. Благодаря здоровому питанию и хорошему содержанию проблемы со здоровьем случаются редко. А вот чтобы обеспечить все это для животных, приходится стараться. За счет того, что мы питаемся натуралкой, мы не варим. То есть у нас идет сырое мясо, сырая рыба. Варим только клетчатку, это крупа. Но на питомник, допустим, на сегодняшний день где-то килограмм 50 идет, вот на разовую кормежку. И варится всего килограмма там 4 крупы. Помимо этого, для поддержания энергии собак необходимо кормить жирными сортами рыбы и давать им витамины, а также не забывать баловать любимчиков. Ко всем собакам Наталья относится одинаково, с душой, даже различает псов по голосам. Гостеприимный питомник всегда рад новым друзьям и знакомым. А следующей зимой спортсмены планируют сосредоточиться на гонках, поэтому активно готовятся и тренируются. Илья Курлучан, Сергей Расюк, ТВ21+. Овны, сегодня вы будете чувствовать и вести себя чересчур нервно. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, лучше отложите ее. Тельцы. Заключая сделку, прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы уберечь себя от потери лишних затрат. Близнецы. Не будьте упрямы, лучше признайтесь окружающим и самому себе, что дело, за которое вы взялись, вам не по силам. Попросите помощи. С поддержкой вы обязательно справитесь. Раки. Сегодня в вас проснется исключительная интуиция. Слушайте свое сердце и не игнорируйте знаки судьбы. Пока мы все сидели по домам, японские инженеры зря времени теряли. С января этого года они строили самого высокого гуманоидного робота. А что из этого получилось, смотрите прямо сейчас. Стального гиганта зовут Гандам. Он создан по образу и подобию своего прототипа, персонажа одноименной аниме-франшизы о противостоянии роботов-гуманоидов в вымышленном научно-фантастическом мире. Параметры пока еще безголового гандама поражают. Высота более 18 метров. Расстояние от запястья до кончика пальца почти 2. Вместе с головой робот будет весить около 25 тонн. Но это еще не самое удивительное. Разработчики сообщают о 24 степенях свободы конечностей великана. Это значит, что гигант без особых усилий сможет перемещаться практически по любой местности. Вот оно будущее, которое мы заслужили. Только представьте, еще каких-то 100 лет и роботы будут ездить вместе с нами в общественном транспорте, есть круассаны в кафе и, может быть, даже вести программу «Наше утро». Но пока это лишь безобидные фантазии, нужно ловить момент и наслаждаться жизнью среди людей. А прямо сейчас предлагаю узнать, что еще нас ждет в сегодняшней программе. Чтобы не блестеть в кадре, нужен макияж. Полезные советы от визажиста. Петроглифы Кадозера. Рисунки древних могут попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Крошка-поньи прекращает тренировки. Как проводит лето чемпионка с непростым диагнозом, расскажут онлайн-гости. Сегодня день рождения отмечает Сергей Лавыгин, актер, известный по роли повара Арсения в сериале «Кухня». В 44 года исполняется российскому рок-музыканту, соло-гитаристу группы «Северный флот», а в прошлом – гитаристу панк-группы «Король и шут» Якову Цверкунову. А еще в этот день, 235 лет назад, родился поэт, герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов. «Лови моменты, наслаждайся жизнью» – это точно про семью Романовых. Их многие знают в Мурманске как активных, инициативных людей. Они продвигают здоровый образ жизни, проект «Лыжи мечты» и мастерят знаменитые «Елки-палки», благодаря которым дочка Полина может заниматься горными лыжами и жить полной жизнью, несмотря на диагноз ДЦП. Романовы сейчас на связи, и они отдыхают. Здравствуйте, Елена! Расскажите, где вы сейчас находитесь, и как проходят ваши каникулы? Доброе утро! Мы находимся в деревне под Великим Новгородом, которое называется Сопки. Могло бы показаться, что это название деревни мы выбрали специально, чтобы недалеко уезжать из сопок мурманских, но не совсем так. И прямо сейчас вы можете полюбоваться на нашу великолепную елку. Ух ты, какая красавица! Я смотрю, у вас там солнечно, и она вас защищает, так сказать, от прямого воздействия лучей. Да, да. Расскажите, давно вы там уже находитесь, и как проводите время? Мы уехали сюда 7 июля. Вот уже в течение 20 лет у нас традиция. Июль месяц мы проводим здесь на даче под Великим Новгородом, потому что дача есть, сюда нельзя не ехать. Здесь хороший климат, и до речки идти буквально 8-10 минут прогулочным шагом. Нам есть где купаться, нам есть где лежать и загорать, нам есть чем здесь заниматься. Есть улицы, по которым можно идти и ехать на велике. И это не скучно точно. Вот, например, да, вон, одна юная леди по имени Полина, он же вот села на велосипед. Дачур, едь сюда! Привет! Привет, Полина! Как ты, как проводишь время? Как твое настроение? Настроение это хорошо. Мне все нравится. Да, я здесь катаюсь на велосипеде. Да, велосипед сейчас могу показать. О, давайте, он же у вас особенный велосипед. Да, да. У Полинки ДЦП, если кто-то не знает, детский церебральный паралич. И, помимо всего прочего, Полинка не умеет самостоятельно ходить. Но этот чудо-велик в итоге стал невероятно, невероятно, невероятной помощью, потому что именно на нем Полина передвигается по деревне. Для нее нет преград. Этот велик трехколесный. Демонстрируем вам свой автотранспорт, велотранспорт. Мы уж решили показать еще и красивую прическу заодно. Елена, в отпуске многие любят потеленить, отдохнуть от повседневных дел. А вы как? Вы активно проводите время или вам больше нравится загорать и на солнышке отдыхать? Вообще мы считаем преступно не позагорать на солнышке и не провести там пару-тройку дней тюленя. Это святое дело. Вообще не возбраняется и очень даже поощряется. Но в общей сложности мы, конечно, товарищи активные. Нам очень так скучно сидеть на одном месте. Поэтому вдоль и поперек мы исколесили деревню. Мы ездили в сам Великий Новгород. Наша деревня находится в 30 километрах, собственно, от города. Есть новгородский Кремль, детинницы. Есть парки, есть улицы. И там мы, соответственно, тоже гоняем, мы катаемся и гуляем. А вот буквально в начале августа у нас планируется встреча с друзьями. Мы поедем в Торжок. То есть наш велосипед и наша семья поедут в Торжок. Здорово. Скажите, а что вас в Великом Новгороде больше всего впечатлило? Понравился город? Больше всего в Великом Новгороде. Ну, 20 лет мы сюда приезжаем. Поэтому, конечно, первое впечатление говорить было бы странно, наверное. То, о чем мы точно мечтаем. Здесь, в Великом Новгороде, есть человек, который водит экскурсии, собственно, по нему. Он одет всегда в боярские одежды. У него невероятный говор, у него такой бархатный голос. И вот мы всегда, мы пару раз его встречали, любовались. И мы очень хотели. Ну, надеюсь, что в этом году сможем. В этом году не получается, да, потому что тут и пандемия, и ограничения всяких разных историй. Но мы точно знаем, что мы сделаем когда-нибудь. Полина тоже очень ждет этого. По Мурманску скучаете? Мы жутко скучаем по Мурманску. Мы абсолютно северяне. Мы любим северную погоду. И открою вам огромный секрет, что несмотря на то, что здесь светит солнце, наши лица покрыты загаром и веснушками, мы очень скучаем по снегу. Вы же такая активная женщина, и семья у вас тоже активная. Скажите, вот пока вы в отпуске, может быть, у вас посетили какие-то новые идеи? Мы мечтаем о серфинге для нашей дочери. И в скором времени мы оформим свои мысли. Обязательно расскажем об этом в наших соцсетях и вообще всему миру. Да ладно, ничего себе! Это серфинг в Мурманске? К сожалению, нет. К сожалению, это не Мурманск. Вариантов есть несколько в нашей стране. Пока сейчас есть человек, профессиональный реабилитолог, который вкраивает в обычную реабилитацию, реабилитацию серфом. Но это происходит на Камчатке. Чуть-чуть далеко. Но я думаю, что для людей, которые чего-то хотят, преград почти нет. Ну, конечно, еще бы. А чем бы вы хотели, чем займетесь, когда вернетесь в Мурманск? Не думали пока об этом? Нет, не думаем. Мы настолько далеко не заглядываем. У нас всегда есть стандартное то, чем мы занимаемся. Во-первых, прогулки на велике. Это ежедневные тренировки. Полина ставит какие-то свои рекорды постоянные на беговой дорожке. И мы снова начинаем нашу историю елки-палки. Если для кого-то эта история незнакома, то мы делаем елочное украшение для того, чтобы мы могли оплачивать реабилитацию лыжами и, возможно, серфингом для нашей дочери. Поэтому елки-палки ждут. Они сейчас в процессе тоже. У нас всегда все с собой. А встречи с друзьями точно, потому что нам не хватило наших друзей за время самоизоляции. Мы не видели статическую систему и мы скучаем уже на расстоянии. Елена, спасибо большое, что вышли сегодня с нами на связь. У вас такая прекрасная летняя картинка. Я завидую вам, честно говоря, всей душой, хотя сама только что вернулась из отпуска. Вам и вашей семье хочется пожелать отличного отдыха. Думаю, что мы с вами еще обязательно встретимся здесь, в Мурманске. Обязательно. Всего доброго. Пока-пока. До свидания. Пока-пока. Ну что ж, пока наши гости отдыхают, мы продолжаем нашу работу. Не переключайтесь, ведь вас еще ждет много всего интересного. Львы. Никто не оспаривает ваши лидерские качества. Но иногда место на верхней ступени пьедестала стоит поделиться. Берите пример со старших и опытных коллег. Девы. Знайте меру во всем. Любые излишества, допущенные сегодня, будут иметь весьма неприятные последствия. Весы. Сегодня вам даже думать особенно не придется. Все будет складываться гармонично и легко. Наслаждайтесь беззаботностью. Ситуация может измениться очень скоро. Скорпионы. Если вы чего-то желаете, нет причин отказывать себе в этом. Лучше исполните свое желание и продолжайте работать дальше. Доброе утро всем, кто присоединился. Сложно сейчас представить мир без интернета. Но наши предки, населявшие планету в четвертом тысячелетии до нашей эры, отлично обходились без него. А развлекались они, рисуя на скалах. Да так, что эти шедевры до сих пор будоражат нас, современных людей. Петроглиф и Конозера – это серия наскальных изображений в юго-западной части Кольского полуострова. Рисунки, оставленные на камнях, датируются четвертым и вторым тысячелетиями до нашей эры. Они изображают важные моменты повседневной жизни наших предков – людей, животных, сцены охоты, следы человеческих ног и лап зверей. Наша задача – хранить и беречь эти произведения древнего искусства, ведь это наше культурно-историческое наследие. А власти региона планируют продвинуть Петроглиф и Конозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО. У меня возникает только один вопрос. Почему же Петроглиф и Конозера до сих пор не в списке ЮНЕСКО? Люди старались, рисовали, а их так несправедливо проигнорировали. Надеюсь, эту ошибку обязательно исправят. Ну а мы с вами давайте узнаем, что нас ждет в заключительной части программы. Мужской макияж. Зачем он нужен и как его делать, расскажет визажист нашей телекомпании. Всем привет, друзья! В нынешнее время каждый третий старается стать видеоблогером. Среди моих знакомых тоже есть такие желающие. И ко мне обращаются за советами. Среди них самые популярные вопросы от парней. Нужно ли делать макияж перед съемкой? Если да, то как его делать? Расскажу наглядно. Во время профессиональных видео и фотосъемок используется световое оборудование, которое сильно высвечивает ваше лицо. И даже маленький прыщик будет заметен. А уж про синяки под глазами и говорить нечего. А еще от этих ламп нереально жарко. Плюс волнение, стресс, и человек начинает потеть. От этого в кадре он смотрится как вампир на солнце. Весь светишься. Ты прекрасен. Чтобы избежать всего этого, необходимо делать макияж. Сегодня я позвал визажиста нашей телекомпании Татьяну, которая расскажет о всех тонкостях мужского макияжа. В качестве манекена у нас будет мой коллега Ле Курлучан, у которого буквально через несколько минут начнется запись эфира. Таня, доброе утро! С добрым утром! Да, в такие теплые летние дни, конечно, в первую очередь надо кожу подготовить. И для мужчин есть потрясающая вещь. Вот такая маленькая варежка, которая очищает кожу. Это варежка для пилинга, то есть для очистки кожи. Она убирает жирный блеск и раскрывает поры. От этого лицо меньше потеет. И все наши места, особенно нос, все, что ближе к камере, начинают увеличиваться в полтора раза. И получается вы толще и шире, с большими носами и менее привлекательны уже для своей аудитории. Кожа становится у нас гладкой, матовой. Отшелушиваются все ненужные вам клеточки. Вы красивые, бодрые и больше вам уже ничего из ухода не нужно. То есть если мы посмотрим половинку, то есть лоб у нас стал даже уже чуть-чуть более матовый. То же самое мы очищаемся второй половинкой. Мы просто себя поглаживаем. Все, у вас чистое, гладкое лицо. Так, по сути, это можно делать туалетной бумагой, да? Салфеткой. Ну, нет, такого эффекта, конечно, у нас не будет. Прям вот такого эффекта. Но для этого есть еще матирующие салфетки. Матирующей салфеткой тоже можно пройти личико. Вместо варежки можно использовать так называемые матирующие салфетки. Это косметическое средство мгновенно очищает кожу лица, удаляя загрязнение и придает ей матовость. Эти вещи, так сказать, на скорую руку. Но если у вас планируются долгие съемки, то в дело вступает тональный крем. Потому что основные части, что у нас блестит? Лоб, середина носа. В редких случаях это бывают щечки. На щечке, чтобы лицо было поуже, мы можем использовать, ну, это для блогеров, для тех, кто все-таки постоянно пишется в камере, мы используем более темный цвет. Для чего? Потому что камера, как мы знаем, добавляет до 5, а некоторые до 7 килограмм. По контуру прокрашиваем темным тоном. Если вы делаете макияж своими силами, то постарайтесь не задеть волосы, ведь в кадре это будет очень заметно. И не переборщите с дозировкой. Абсолютно чуть-чуть. То есть вам одного средства, то есть даже вот такого маленького флакона, при интенсивном записи вам хватит на целый год. И еще один элемент макияжа – пудра. Наносят ее специальной объемной кисточкой, которая похожа на помазок для бритья. Пудры можно брать много. Прямо ей можно обсыпаться, и тогда лицо у вас будет максимально матовым. Мы не забываем прокрасить шею. Это основная проблема, потому что шея у нас загорает намного меньше. Татьяна сделала макияж на правой половине лица. Разница очевидна. И чтобы Илья не казался двуликим в кадре, придется нанести макияж и на вторую половину. Принцип тот же. Быть красивым в кадре или нет – решать вам. Но, конечно же, при этом смотреть в наше утро мы еще не такие советы дадим. И лучше быть красивым. Стрельцы, держитесь подальше от возможных ссор и скандалов. Сегодня вы не на коне и вряд ли сможете победить в споре. Козероги, вы будете преисполнены энергией. Такое состояние – предел мечтаний любого активного человека. Водолеи, к вам могут неожиданно вернуться старые и забытые чувства. Главное, не надевайте розовые очки и не совершайте прежних ошибок. Рыбы, ваш внутренний мир может стать для кого-то неразрешимой головоломкой. Будьте честнее и прямолинейнее, ведь окружающие не могут читать ваши мысли. Что ж, друзья, наша программа подошла к концу. И я хочу пожелать вам отличной, продуктивной рабочей недели. Не забывайте ловить момент. До новых встреч и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!